9 ноября этого года Суймун Кулычук Мороу, признанному лучшим актером Кыргызстана 20 века, исполнил СБ-80. Народный художник Кыргызской ССР, народный артист Советского Союза. Он был единственным киноактером в огромной стране, который четыре раза на всесоюзных кинофестивалях получал приз за лучшее исполнение мужской роли. Это несмотря на то, что профессионального актерского образования у него не было. Отметить юбилей самого харизматичного актера кыргызского кино и вспомнить жизнь и творчество великого художника пришли многие известные личности. Президент страны Соромбай Джеймбеков, также присутствовавший на мероприятии, отметил, что кыргызское чудо в кинематографе и достижение изобразительного искусства в стране отдельно от фигуры Суймун Кулычук Мороу рассматривать невозможно. Всю свою жизнь он ценил и сам придерживался принципов духовной чистоты и нравственности. Он жил и творил, удивительным образом сочетая в себе величие и простоту, публичности и скромность. Двойной талант Суймун Кула, талант художника и киноактера принадлежит не только к иргызскому искусству, но и всей мировой культуре. Его основная профессия, профессия художника, всегда занимала особое место в жизнедеятельности Чукморова. Он оставался верен своей профессии и тогда, когда его слава гремела по всему миру, и тогда, когда боролся с болезнью и находился при смерти. До последних дней своей жизни он не опускал руки и продолжал работать, несмотря на серьезную болезнь, чтобы выразить себя и свое мироощущение через свои картины. Как отметил президент, Суймун Кулычук Моров является автором более 800 работ, выполненных в жанрах пейзажа, натюрморта и портрета. Около 80 самых знаменитых и ярких его картин в эти дни выставлено в Музее изобразительных искусств имени Гопара Айтиева. Еще около 30 его полотен хранятся в разных музеях мира. Большую часть своих работ он при жизни дарил своим друзьям и коллегам. Его работы хранили у себя Акира Курасава, Таширо Мифуне, Борис Ельцин и самый известный из глав Олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч. Среди некоторых эпизодов из жизни художника на сцене филармонии сегодня воспроизвели и его встречу с кинорежиссером Болотом Шамшеевым, которая круто изменила жизнь обоих. Суймонку, есть одно условие. Завтра утром в 9 часов жду в Киргиз-фильме. Знаешь, где Киргиз-фильме? Договорились в 9 часов. По словам самого Болота Шамшеева, одного из основоположников Киргизского чуда как явления в мировом кинематографе, Суйман Кулчукморов к моменту их знакомства уже пробовался в кино. Тогда он учился в Ленинградском институте живописи имени Репина. Опыт был неудачным. Один из известных в то время режиссеров назвал Чукморова совершенно бесперспективным актером. Однако признался в этом Чукморов Болоту Шамшееву только после того, как его роль удалась. Первый же его фильм «Выстрел на перевале Караж» принес ему не только всесоюзную известность. Бергун Кулчукер – он опытный режиссер. Он сразу его взял в оборот и три дня бился с ним в павильоне Ленинфильма. И ничего не получилось. И тогда он в сердцах сказал, слушай, Чукморов, ты дубина. И Семенху страшно обиделся. Потому что Бергун Кулчукер не знал, что Чукмор, если перевести на русский, получается дубина. И он как бы обидел Чукморова. Ты дубинкин там, такого типа вообще. И поэтому он решил, что он для кино не годится. И поэтому, когда я его пригласил, пришлось мне преодолевать его скептист, его страх, внутренний страх. А это очень тяжело. Когда мы фильм показали, его сперва в Лондоне, потом в Германии, в Париже и так далее, она вызывала всеобщий восторг. Впоследствии уже опытным и именитым мастером в кино. На главную роль в своем фильме Чукморова мечтал получить знаменитый японский кинорежиссер Акира Курасава. Он успел снять Чукморова в одном фильме, Дирсу Узала. Но, как оказалось, мечтал свести героя Чукморова в поединке с самым знаменитым кино-самураем Таширом Ифуни. Народная артистка Кыргызской ССР Джамал Сейдакматова вместе с Суменхулом Чукморовым снялась в пяти кинокартинах. Она вспоминает о том, что, несмотря на свою невероятную популярность и за пределами Кыргызстана, Чукморов так и остался чрезвычайно простым и скромным человеком. Когда мы на фестивалях, вот звезды из Европы, из капиталистских стран были много, из Советского Союза, они все девушки, ну, заметьте, актрисы, звезды, бегали за ним. Семешка, семешка. А он вел себя так очень скромно. Он был очень красивый. Одет он был такой, чертюк у него, стоящий боротник, и осанка. Он же был спортсмен. И вид его вообще был пять. Я берегу его образ. Своим сердцем, мне кажется, все актеры любили его. Все, не только кыргызские, а узбекские, казахские, всего Советского Союза. И народ не должен забыть его. Кроме живописи и кино, Чукморов обладал и музыкальными способностями. Он играл на Камузе и Дамбре. В сцене из фильма «Алла и Маки и Сыкуля» Чукморов поет собственным голосом. По словам старшего брата актера, Эсинджана Чукморова, играть в кино героические роли ему не составляло труда. Таким он был и в обыденной жизни. Очень простой был в жизни. Самый спокойный, славный, славный был. Он не собирался быть актером. Он собирался быть художником. Быть художником. Ну вот, судьба его заставила, народ заставил его играть на актерское должностное. Он оправдал доверие. Жизнь кыргызского артиста была невероятно насыщенной, но короткой. Чукморов ушел из жизни в расцвете своей славы. И, как отмечали многие, мог создать еще много незабываемых кинообразов. В этом году исполнилось 27 лет, как его не стало. До 53-х летия он не дожил чуть больше месяца.